В еще одной стране ЕС растет количество украинских беженцев, детали. В ноябре увеличился поток украинских беженцев в Литву. Только за последнюю неделю прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины. В то же время, в стране рекордный уровень трудоустройства украинцев, сообщает РБК Украина со ссылкой на делфи.лт. С начала войны в Литву прибыло почти 83 тысяч украинских беженцев, из которых чуть более 12 тысяч – дети. Чуть больше 30 тысяч беженцев уже вернулись в Украину. В ноябре в стране начали отмечать рост потока людей, приезжающих просить временную защиту. Если в октябре регистрировалось 15-17 украинцев в сутки, а с начала ноября показатель вырос до 20-25 человек в сутки, больше всего беженцев поселились в Вильнюсе – около 20 тысяч человек, вдвое меньше в Каунасе – около 10 тысяч, еще 6,5 тысяч украинцев – в Алитусе и Клайпеде. По данным Государственного агентства данных, в Литве работают 98% совершеннолетних украинцев, почти 55 тысяч человек. В целом наиболее популярные сферы деятельности следующие – торговля, продавцы, менеджеры по продажам, консультанты или кассиры – 4 тысячи украинцев, здравоохранение, мечистры, психологи, стоматологи, фармацевты – 3 тысячи человек, гастрономия, повара, кондитеры и технологи пищевых продуктов и напитков – чуть больше 3 тысяч украинцев. Исследование Международной организации по миграции Литвы показало, что количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительное время, растет. Если в первые дни войны украинские беженцы искали помощи с финансами, жильем и документами, то сейчас люди из Украины больше всего заинтересованы в курсах литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу, напомним, мы писали, что в Нидерландах растет поток украинских беженцев, поэтому мест в приютах уже не хватает. В последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши, также мы рассказывали, как относятся к украинцам в Литве через полтора года войны. Половина согласна, чтобы украинцы, которые изучат язык и найдут работу, оставались в стране после войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.